Честно, про личные взгляды нового заместителя руководителя администрации ничего не могу сказать, но мне кажется, поскольку я человек уже сильно взрослый, много прожил, и помню первое появление Кириленко во власти, мне кажется, что он очень разумный, прагматичный, технологичный и эффективный в том смысле, что он добивался всегда в прошлом решения задач, которые перед ним ставились. Я не говорю сейчас про премьерские годы, которые, ну вообще премьер правительства такой гигантской страны в те годы, когда здесь просто царила разруха, ад и просто настоящая война, это позиции, в которой невозможно быть красивым в белом смокинге, ну просто когда вокруг действительно, так сказать, грязище, кровище, и нету ни системы координат в виде законодательства, ни финансов для того, чтобы даже затыкать какие-то самые, так сказать, острые дыры вопросы, так сказать, но если абстрагироваться от тех объективных факторов, в которых он как политик и, в общем, глобального масштаба менеджер работал, мне кажется, что он человек очень эффективный и с его приходом можно связывать определенные надежды на повышение эффективности, так сказать, может быть, на появление каких-то новых направлений, так сказать, векторов, которые будет задавать власть. Вот примерно так, я говорил бы осторожно, потому что система координат крайне сложная, и через сколько и в каких результатах можно будет измерить работу, его неизвестно, но, в общем, очень хотелось бы, чтобы он был таким же оптимистичным, таким же открытым, логичным в своих действиях, как и раньше. Вот, собственно, если так будет, наверное, он все-таки пройдет какой-то положительный путь, создаст что-то полезное на этой позиции, сделает что-то полезное. От него, мне кажется, очень многое зависит, и он сейчас может сделать многое. Это, ну, действительно, первый зам администрации с вопросами внутренней политики регионов, это же гигантский объем и возможностей, и ответственности. Ну, в общем, надеюсь, что справится и будет все круто.